Государственная граница, проходящая прямо по серединной дороге. Вот это территория Российской Федерации, а это уже Украина. Там вода есть, здесь нету. Воду больницы поселка Меловое возят на пожарной машине. Нельзя снимать. А что вас нельзя снимать? Спецоперация. А что за спецоперация? А? Воды нет. И что вы делаете? Подвозите пожарной машиной воду? Да. Исключение только для больницы. Жителям села воду никто не возит. Меловчане ее добывают самостоятельно, за границей. Воду берем в Российской Федерации, Чертково. А почему? А потому что у нас водопровод каждый год перемерзает, так как лежит на глубине 0,7 метра. А положено по проектным отметкам на метр шестьдесят. К российскому колодцу ходят два украинских многоквартирных дома. Идут в обход пограничных кордонов. Говорят, водными контрабандистами их сделали местные чиновники. Те не согласны. По договорам ответственность несет перед потребителями. Компания, поставляющая воду. Коммунальные предприятия таких ответственностей не несут. Воды нет, потому что зима, поясняет начальник водоканала Мелового. Трубы перемерзли. Пока водопровод отогреют, жителям советуют не нарушать границу и пользоваться отечественными колодцами. Хотя признает, бегать за водой в Россию ближе. Тут просто географическое положение. До Чертковской колонки 100 метров через рельсы. До нашей 300. Ну естественно, ворона полетит напрямую, где ближе. С появлением журналистов возле замерзшего водопровода появились и рабочие. Пообещали, 8 марта порадуют не только женщин. Праздник вода появится во всех обезвоженных домах поселка. Игорь Крымов, Виктор Белогорцев. Специально для телеканала «Тонбасс». Субтитры создавал DimaTorzok